Здравствуйте, туристы и милитаристы! Хочу с вами поделиться своей радостью за двух замечательных товарищей, к которым я испытываю очень тёплые и уважительные чувства. Буквально вчера я зашёл к нему в гости в новый большой светлый после ремонта самый замечательный оружейный таллиннский магазин «Балтик Фокс». Можете считать там рекламой, можете как угодно относиться к этому. Если вас занесёт судьба в Эстонию, конкретно в Таллинн, в столицу, обязательно зайдите к ребятам, обязательно зайдите в «Балтик Фокс». Почему? Потому что дело даже не в том, что в «Балтик Фоксе» есть ножи. Самое большое, лучше всего у них представлены компании «Колл Стилл» и «Бенчмейт». Причём «Бенчи» есть кастомные, которые даже и не везде-то сыщешь. Дорогущие именно. Но не в этом дело. Дело в том, что самое главное, вы попадёте в место, где работают реальные эксперты, я не побоюсь этого слова, по огнестрельному оружию и снаряжению. То есть, я читал эти комментарии, особенно под видео про автомат Калашникова, и я действительно улыбался, потому что Павел Вальдемарович Норберг – это действительно не специалист, он эксперт по огнестрельному оружию. Он знает по огнестрелу абсолютно всё из истории. Он знает практически всё, скажем так. Вряд ли он совсем прям всё-всё-всё знает, но то, что достаточно нужно знать именно на уровне эксперта, он знает. И он знает совершенно все тенденции. Где что выпускается? В России, в западном мире, скажем так, в восточном мире. Поэтому общение с такими людьми – это просто круто. И сейчас я действительно за ребят очень рад. Почему? Потому что, вы знаете, они выглядят, сука, как счастливые, немного усталые, но счастливые молодожёны, которых переселили в советское время из какой-то пыльной, с пожелтевшими обоями комнаты в общаге, в только что отстроенном доме, вот в просторную, светлую, нулёвую квартирку. И вот как бы и тяжело, и всё вот это вот таскать, раскладывать по полкам, там ещё у них коробки стоят, всё не разложено. Но вот именно вот этот счастливый вид, который они старательно прячут там за своими хмурыми как бы лицами, всё равно проглядывает. И я очень рад, потому что на самом деле сейчас «Балтик Фокс» – это не просто профессионалы своего дела, это не просто много интересного товара, в том числе такого товара, который и не везде найдёшь, те же самые UF Pro одежда, она довольно немного где продаётся, или First Tactical, там те же самые рюкзаки и сумки. Но и при этом всё это теперь красиво разложено, с красивым освещением, на витринах, просторно. В общем, я искренне рад за ребят, что у них вот так сейчас всё пошло в гору. Ну и напомню, конечно же, «Балтик Фокс» – официальный представитель компании «Глок», и все самые модные, самые новые, только-только свежие «Глоки» именно там и нужно смотреть и мацать. Итак, к чему было всё это вступление? К тому, что зашёл я, короче, в «Балтик Фокс», и Паша мне говорит, слушай, «а у тебя был Роуч Белли на обзоре?» Я говорю, «да нет, не было». И вот он высказал, что нож на самом деле просто охренительный за свои деньги, он просто суперский, и я, когда взял его в руки, я подумал, а как это я, право, пропустил этот нож и не сделал до сих пор на него обзор, потому что нож на самом деле просто охренительный. Также был мне предоставлен «Аутдорсман Лайт», и, скорее всего, именно в обзоре «Аутдорсман Лайта» мы коснёмся, я попробую на свой страх и риск с учётом всех тапок, которые в меня полетят, сравнить бюджетные ножи Cold Steel с Морой. Ну, в разных там, в разных каких-то плоскостях, но поговорим об этом именно попозже, потому что какие-то вот наши камрады, они делают свою фи в сторону именно бюджетных линеек Cold Steel, производящихся на Тайване и прочее, а я с этим категорически не согласен. Вот не согласен, хоть вы треснете. Почему? Потому что при всём при том, что это бюджетные ножи, а они, соответственно, многим по карману, в отличие от тех же самых дорогих Cold Steel, которые с заменой стали, стали конкретно дороже, чем они раньше были в AUS-8. И дизайн-то никуда не делся, ребята. То есть, Лин Томпсон как шарил в ножах, он так и продолжает шарить. И вот вам, пожалуйста, пример. Окей, ножны... Окей, как говорит Павел Владимирович, изюмительно. Ножны из Securex, конечно, здесь это прям вот конкретная бюджетная линейка, здесь ничего не скажешь. Почему? Потому что они выглядят именно по своему функционалу. Они напоминают просто ножны от строительного ножа, вернее, от рабочего ножа из строительного магазина. То есть, лаконичный пластик под правую руку. Хотите, ставьте под левую, но тогда будет ходить у вас нож, режущий кромкой вперёд. Надеваются ножны вот за такую петлю, не снимая ремень. Можно присобачить на пуговицу, на куртке или где-то на снаряжении. Нож совершенно не гремит в ножнах. То есть, по большому счёту, лично я вот такой нож просто положил бы в боковой набедренный карман своих замечательных брюк UF PRO P40 All Terrain Baltic Fox. Ещё одна секундочка рекламы, на самом деле, потому что и штаны UF PRO просто самые охренительные, которые можно себе представить. И куртки. Я вот в куртке в зимний хожу, реально делал тут снеговика, запарился, вот реально. Хоп, два движения, и у меня сразу же полностью вентиляция идёт. При этом я могу сказать, ребят, у меня... Сейчас вот начнётся трендёж на тему того, что Архадыр, что за реклама, пятое-десятое. Да просто разговор по душам. В чём проблема? Хотите, считайте, как рекламы. Я таких замечательных людей рекламировать готов на каждом шагу. Так вот, весь прикол в том, что я лепил снеговика, запарился, расстегнул вот эти вот боковые вентиляционные молнии, и у меня реально сразу же вот так вот грамотно всю спину обдуло, а я при этом профессиональный радикулитчик. То есть, если бы это было плохо для поясницы, я бы согнулся бы в тот же вечер. Ничего подобного. То есть, вот, в общем, я бы этот нож носил просто в боковом кармане штанов, и даже не стал бы сажать там его на какой-то именно, на этот самый... секунду... немножко так, ну, поправить на ремень, потому что, как раз-таки, вот если вы ставите на ремень, то нужно немножко чуть-чуть подальше, ближе к заднице его сдвигать, или... ну да, ближе к заднице, чтобы при... когда вы садитесь, чтобы он не мешал, не упирался вот так вот. очень жёсткая система подвеса, здесь по-другому никак. Извлекается нож. Ну, я бы не сказал, что прям на пятёрку с восклицательными знаками, потому что я люблю, конечно, чтобы сразу же был полный хват. Здесь всё-таки два движения есть, идёт. Итак, Роуч Белли. Я думаю, что тараканы здесь ни при чём, и название переводится этого ножа как брюшко платвы. Очень даже почему же, почему бы и нет. И здесь вот у нас сразу же охотничье ружьё с рогом. Нарисовано и Роуч Белли надпись. Нож, сука, острый, просто чувствуется. Он реально прям вот его трогаешь, он просто выточен, как бритва. Cold Steel, German, 41-16. Мне нравится, собственно, вот эта вот привычка говорить слова по-английски или буквы, произносить из английского алфавита и цифры по-русски, но и неважно. Тайвань. Да пускай и будет. Кстати говоря, обязательно хочу закуситься с нашим Александром Соловьёвым. Он тут недавно красивую такую речубу написал на тему того, что если завод компании, если компания Victorinox это завод физически стоящий, на котором работают и собирают там эти ножи, то Cold Steel это гараж, а заводы находятся где-то там на периферии. И поэтому это как бы хуже. На самом деле я не согласен с этим. Но обсудим отдельно. Почему? Потому что по факту такая гаражная система она везде в мире сейчас распространена. То есть шьют кроссовки, делают автомобили, строят космические корабли и всё это в другом месте где-то напиливается, а потом привозится непосредственно в контору. 216 мм общая длина ножа, 114,3 мм длина клинка, 29 мм ширина клинка, толщина по обуху 2,5 мм. Аллилуйя! Лёгкий, резучий, просто падла, ну невероятно классный, просто. 74 грамма всего весит это чудо. Нержавейка круповская стоит 41,16, 56, 58 единиц по шкале рокула заявленная твёрдость. Стоит этот нож 21 евро в Балтик Фоксе. А я вам могу сказать, ребят, в Эстонии, конкретно именно вот там, где я живу, разговор о стоимости ножа в принципе он начинается где-то евросов с 80, со 100. То есть здесь мы имеем нож по цене именно ножа из строительного магазина, но при этом это всё равно всё ещё колд стил. Почему? Потому что это даже в первую очередь не материал, а в первую очередь эргономика. Она здесь просто охренительная на этом ноже. полипропилен пластик, такой конкретно скользкий пластик стоит здесь на рукояти. Плюс этого дело, что он совершенно не боится влаги. Это действительно пластик как и есть. Пластик. Вот это вот шершавая его текстура палец не останавливает от слова совсем. В принципе ваши пальцы защищены вот этим выходом на подпальцевый упор, плюс здесь добавлена небольшая пяточка и довольно ощутимым в начале обуха вот здесь вот такой вот насечкой. Вот таким вот образом нож я беру. Он у меня работает как на какие-то секущие движения плюс какие-то прокручивающие движения. Я же не буду говорить там про всякую самооборону и хренбарону. Это всё не настоящее. Дело в том, что вот идеальный просто хват у этого ножа за счёт вот этой вот согнутой колбаски сарделечки рукояти с отверстием для темляка. Вот таким вот образом я беру и погнали наши городских. То есть это разумеется вы уже понимаете что это очередная очередная мелодия на канадскую тему очередная вариация такая вот именно канадского ножа. Почему бы и нет? причём вот можно самому себе возражать да я люблю какие-то стали я люблю чтобы всё было там по фэншую рукоять из карелки и прочее рабочий нож ребят не страшно профукать его где-нибудь в лесу я не люблю эти темляки но здесь я бы поставил может быть какой-то просто оранжевый бриллиантовый узелок сюда намотал во-первых чтобы легче выдёргивать было именно на коротком темлячке чтобы легче было выдёргивать из ножа но во-вторых чтобы он мне как-то сигналил из травы если нож упадёт где-то очень очень ухватистая удобная рукоять она реально вот как родная как на любых канадцах молоточный хват здесь есть но нож не про это им безусловно можно будет настрогать причём гораздо легче чем любым классическим канадцам или не с муком потому что за счёт совершенно понятной режущей кромки вот таким вот образом но при этом он хуже у вас какие-то вот именно вспарывающие шкуросъёмные движения он хуже чем канадец сделать не будет единственное конечно в плане шкуросъёмности здесь момент я конечно скажу что кончик очень острый очень хищный поэтому можно попортить шкуру ну в любом случае вы знаете вот как я вижу этот нож это в первую очередь именно рыбу чистить вспарывать вот эти вот животы кишки может поэтому он так и называется Роуч Белли какие-то вот любая грязная работа с какой-то именно точной управляемой чётко проводимой нарезкой ну разрезать вот разрезать нарезать разрезать вот это вот всё вскрывать аккуратно вокруг косточек обводить понимаете почему потому что как дирижерская палочка нож очень управляемый совершенно такой именно интуитивный хоть в слепую работать вот я согласен с восторгами Паши за 21 евро это просто наипердепердознейший нож изюмительный как говорит Паша я с ним согласен вот что ещё какие-то непонятные здесь спуски если бы толщина по обуху была бы там я не знаю 3,5 мм была бы жопа но так как здесь всего 2,5 мм то я думаю совершенно это допустимо то есть за счёт именно таких вот низких спусков добавлено прочности к клинку при этом хуже он резать не будет спуски ну будем считать плюс-минус там от 3 до середины сейчас весят ляпки до середины ширины клинка не сказать что особо породистый здесь сатин ну вот он есть руч белли колд стил джерман 4116 тайвань ну я об этом уже говорил совершенно не лишняя насечка аккуратный очень кончик шикардосный нож на самом деле мне тоже очень понравился понимаете здесь весь прикол в том что как раз таки вот забегая вперед говоря о сравнениях с морами с теми же самыми или с романтинами вот не согласен я с критикой колд стиловских дешевых линеек почему потому что по цене моры по цене тромантины вам дают дизайн все таки колд стила то есть уже за это эти линейки имеют право на существование потому что они отличаются потому что моро это шикарный рабочий нож лесной там пятое десятое но они плюс-минус все на одно лицо даже элдрис несмотря на то что он крошечный он так или иначе похож на остальные здесь совершенно другой формат это действительно нож охотника нож в первую очередь скорее все-таки рыбака на мой взгляд потому что ну любое говно с этой рукояти оно будет смываться только на раз и вот именно вот это вот все аккуратно взрезать подрезать заниматься плюс после этого этим же ножом помытым конечно же спокойно нарезать какой-то свой завтрак туриста и накатить с мужиками за удачную рыбалку или удачную охоту спасибо за просмотр всего доброго на мой взгляд нож по формату цена плюс качество просто шикарнейший выбор именно вот даже ну не то что там в подарок а себе чтоб не жалко было для какой-то грязной именно работы Baltic Fox молодцы удачи ребята лимон ром так все лимон выпустили в в в в в в в в в